здарова это шамшурин и общем история про консультацию с одним парнем очень показательная как можно натворить дел если не подумать головой не взвесить все женщины значит не так давно консультировал одного парня он живет сша уже достаточно давно он выходец из одной из стран бывшего снг кстати по поводу консультации если тебе это актуально ты можешь проконсультироваться онлайн лично со мной либо с моим каким-то тренером ссылка здесь под видео решим твой вопрос любой разберем буквально до молекул так вот этот парень встречался с девушкой когда-то давно еще в своей вот этой снг стране ему тогда было 19 лет и он уже говорит я почувствовал что девушка куда-то клонит к серьезным отношениям к свадьбе хотя молодые оба и он где я не захотел жениться я понял что еще молод я не нагулялся и сам ушел от этой девушки потом прошло достаточно много лет вот уже там порядка 10 лет или даже больше он живет сша и наступил какой-то момент депрессии когда он расстался с какой-то девушкой которая очень сильно его обидела там в америке тоже она была русскоязычная и в итоге он вспоминает про вот эту вот любовь своей первую свою девушку от которой он ушел в 19 и он решил ей написать это как бы сейчас отвлекусь к вопросу наличие или отсутствие выбора то есть это уже грубейшая ошибка сколько лет вы не виделись и тут вот как будто ты что-то вспомнил да там решил написать если бы у него были на тот момент другие женщины достойные классные интересные с которыми ему нравится и хорошо я почему-то убежден из своего опыта опять же что вряд ли он достал там написывать какой-то девушки из прошлой жизни и он сказал ей что хочет попробовать снова он говорит как нам увидеться давай приезжай в сша потому что это далеко и для того чтобы ей туда приехать нужно было убедить в том что он действительно к ней что-то воспылал снова этими чувствами нужно было договориться с ее родителями нужно было там со своими родителями поговорить в итоге как бы для того чтобы начать делать ей документы что уже как бы все равно дело пойдет к свадьбе хотя это такая уже изначально сомнительная история вместо того хрен с ним если уже эта ситуация произошла если он придет вспомнил вместо того чтобы просто самому хотя бы поехать в эту свою снгшную страну и там посмотреть они изменилась ли она за эти там 10 с лишним лет а может быть изменился я за это время потому что я был когда-то молодой зеленый не думал о каких-то важных вещах сейчас что-то в моей голове поменялось это уже вторая ошибка после отсутствия выбора то что человек не сделал такой правильный шаг а пригласил к себе женщину тем самым он как бы дал ей надежду обещание он дал надежды обещания ее родственникам и так далее и вот во что это вылилось далее совсем недавно этот человек решил приехать к нам на тренинг практика я даже понимаю для чего потому что человеку видимо не хватало какого-то вот рывка для сейчас узнаешь чего он приезжает на практику проходит ее достаточно успешно потом он еще персонально занимается с юрой это один из моих тренеров кто не знает и у него включается какое-то ощущение собственной мужской значимости ценности выбора всего остального что должно было быть в нем еще тогда перед тем как он совершил этот необдуманный поступок и в общем юра я у него спрашиваю про всех индивидуальщиков как они что они он говорит слушай тут человек собрался жениться вот через месяц а сейчас передумал я говорю да я с ним поговорю мне просто захотелось самому узнать может быть я могу как-то повлиять на этот вопрос и в общем так произошла наша консультация он рассказал что все переосмыслил после тренинга понял что это вообще не та женщина то есть что она его там контролирует она пытается там учить его жизни бла-бла 3 10 она там не развивается он развивается он назвал мне кучу причин ну половина из них сомнительные для меня половина из них очень весомый особенно контроль там и попытка показать что она умнее чем мужик это не сильно нравится особенно если мужчина сам себе умный в общем итоге женщина оказалась неподходящей для него конкретно в частности и по итогу мы имеем то что имеем скоро у них свадьба допустим через месяц эта женщина она живет сейчас в ждет его там соответственно все родственники ждут ее родители его родители и он сейчас пытается набраться мужества для того чтобы поехать туда и признаться и в том что все ты знаешь свадьбы не будет я совершил ошибку я пошел лучше нам не портить друг другу жизнь и с чем он здесь столкнулся естественно он здесь столкнулся с чувством вины потому что он не хочет ее травмировать он здесь столкнулся с тем что не хочет выглядеть мудаком и дураком и подлецом в ее глазах глазах еще и родителей ее родителей своих родителей кстати он рассказал мне что поговорил со своим отцом со своим отцом который порекомендовал ему следующее что выйди хотя бы вернее женись на ней пусть там хотя бы два месяца пройдет а потом уже два-три месяца ты разведешься скажешь что не ужились то есть бате стремно это понятно стремно перед невестой стремно перед той семьей но для меня поведение отца сейчас то странное такое на мой взгляд эгоистичное потому что здесь чтобы не потерять лицо он предложил сыну там жениться разыграть этот спектакль чтобы он потом ушел от нее вместо того чтобы искать сын но ты натворил дел как бы окей я тебя поддержу то есть получается что собственное лицо для него было важнее в данной ситуации чем допустим то как сын будет жить дальше и этого я искренне понимаю но не у всех у нас как бы родители идеальные они на все равно все любят по-своему кто-то с такими загонами кто-то с другими но это нужно понимать и видеть в общем мораль такая отсутствие выбора и какие-то необдуманные шаги приводят к таким последствиям к каким-то нарушенным обещанием к чьим-то разрушенным надеждам но когда с ним разговаривал я пытался ему объяснить что но это не будет выглядеть так катастрофично как вот он думает да хотя он уже собрался он принял решение поехать и поговорить и он красавчик катастрофы в этом никакой нет почему потому что да для женщины она может сказать вот там я уже там собралась платье для ее семьи но по факту если подумать просто человек решил не портить жизнь не ей не себе и уж лучше так чем вступать в брак потом разводиться что-то делить скандалы ссоры или там не дай бог еще ребенок и 10 лет прожить а потом убежать оттуда сломя голову поэтому когда женщины в такой ситуации могут что-то катастрофизировать я сейчас кстати не просто эту историю рассказываю а часто люди спрашивают как им безболезнен расстаться с девушкой и там сказать что она ему не нравится вообще люди склонны катастрофизировать а женщину уж тем более если она будет катастрофизировать надо понимать что никакой катастрофы здесь не произошло никто не умер слава богу и в таких случаях надо буквально душить в себе чувство вины и все остальные вот эти чувства потому что правда здесь по отношению к самому себе внутренняя честность она важнее если ты хочешь получить выбор женщин это единственный путь к созданию нормальной семьи к созданию нормальных отношений то я приглашаю тебя на ближайший тренинг практика в москве ссылка здесь внизу либо на персональные тренинги лично со мной или с моими тренерами а если ты еще не в курсе что такое мои материалы моя система здесь внизу есть бесплатные материалы которые называются как включить себе мужской сильный ген как ощутить свою ценность и значимость в глазах женщин все там внизу заходи по ссылкам и увидимся в моих материалах либо на моих живых мероприятиях